Финансирование программы Балашак за год выросло почти на 50%. На обучение казахстанцев за рубежом из бюджета за несколько лет выделили свыше 97 миллиардов тенге, причем крупнейший транш размером в 23 миллиарда совершил в прошлом году. В Сенате парламента финансовую политику управляющей организацией называют убыточной. По словам сенаторов, за годы работы программы почти 400 бывших Балашаковцев были лишены стипендии или отказались от нее. В таких случаях обучающийся должен вернуть государству потраченные на него деньги. Сейчас задолженность по проблемным выпускникам составляет более 6,5 миллиардов тенге. В числе других финансовых провалов в управлении сенатора называют коррупционные нарушения. В этом году программе Балашак исполнилось 30 лет. За это время прошли обучение 15 тысяч человек. Из них подготовку завершили почти 12,5 тысяч выпускников. В России расширили список продуктов халяль. Теперь кроме сосисок и мяса в магазинах можно найти йогурт и борщевой набор, зеленый чай, башкирский мед и даже шоколад с конфетами. Причем покупают не только мусульмане. В России единый государственный стандарт халяль продукции появился только в этом году. До этого сертификаты выдавали только общественные организации. Новые российские халяльные стандарты качества уже одобрены в странах Ближнего Востока. Да и для внутреннего рынка такая маркировка – знак безукоризненного качества. По данным Россельхознадзора, экспорт халяльной продукции из России в прошлом году вырос почти на 50% и превысил 129 тысяч тонн. Львиная доля приходится на птицу и субпродукты. Не так давно Россия стала поставлять за границу молочную и кондитерскую продукцию. Она теперь также соответствует нормам ислама. Для кондитерских изделий маркировка халяля означает, что сладкая продукция не содержит желатин, карамин и другие пищевые добавки, недозволенные исламскими нормами. По прогнозам экспертов, продажи российского шоколада за границей в 2025 году могут превысить полмиллиарда долларов США. Продукция халяль – это продукция, которая содержит в себе не только канонические требования, но и требования, связанные с качеством, с безопасностью. Такая продукция не должна быть вредной, такая продукция не должна быть с признаками фальсификации. Можно посмотреть упаковку, там можно санитарное состояние производства, там можно специалисты, как они обучены, соответствуют ли они нормам медосмотра прошли, спецодежда, то есть все то, что сейчас в мире ИСО 22000 халя, мы тоже это проверяем. И поэтому это дополнительная имиджевая составляющая для компании. В России введен временный запрет на экспорт твердой пшеницы, который продлится до 31 мая 2024 года. Отмечается, что запрет призван обеспечить продовольственную безопасность на внутреннем рынке. Однако в документе есть ряд исключений. Запрет не коснется экспорта твердой пшеницы для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, вывоза зерна в Абхазию и Южную Осетию, экспорта в качестве припасов. Страны-участницы Евразийского экономического союза в Армению, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан. Твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах, установленных распоряжением правительства квот при наличии разрешений, выдаваемых мест лихозом России, отметили в правительстве. Засуха может привести к срыву мировых поставок товаров через Панамский канал. Об этом предупреждают в британских информационных агентствах. По данным администрации Панамского канала, октябрь этого года стал самым засушливым в регионе за последние 70 лет. Из-за сильной жары пересохло озеро Гатун, которое питает Панамский канал. На этом фоне власти впервые сократили количество судов. В среднем они ожидали, в свою очередь, около двух недель. Если не обеспечить устойчивость цепочек поставок, то проблема продолжится и в следующем году, отмечают эксперты. Это, в свою очередь, приведет к росту стоимости доставки. Почти 400 тонн наркотиков изъяли военно-морские силы Колумбии. Это рекордное количество за всю историю страны. Международную операцию возглавляла крупнейшая организация «Орион» в рамках борьбы с запрещенными веществами. В ней участвовали военные из 42 стран, в том числе США, Бельгия, Испания, Индонезия и Бразилия. Колумбия продолжает оставаться страной рекордных уровней производства наркотиков, в том числе кокаина и марихуаны. Орион – это хороший пример международного сотрудничества в борьбе с преступными группировками. Единственный способ бороться с ними – это работать вместе. Военно-морская компания «Орион» стала крупнейшей в истории операцией. Никогда прежде 42 страны не имели общей ответственности, и мы объединили усилия по нейтрализации общей угрозы незаконного оборота наркотиков. Субтитры создавал DimaTorzok